а может сделать обзор на л2 понизили боевой рейтинг но зачем ладно ладно я понял намек хорошо я сделаю обзор приветствую всех поклонников авиации с вами full fire сегодня в нашем обзоре будет ил-2 бросад на 1941 года именно с этого самолета и начинается первое знакомство с линейкой штурмовиков ильюшина но прежде чем я начну хочу вам рассказать о полке стриж который сейчас набирает игроков для полковых боев в реалистичном режиме первые 10 игроков которые занимают лидирующие места получают по 1000 золотых орлов ежемесячно а топ-5 игроков получает по итогам каждого сезона дополнительно еще по 1000 золотых орлов полк актуален во всех режимах игры а также он предоставляет помощь новичкам единственное и обязательное требование это наличие связи по поводу приемов полк обращайтесь к администрации группы редкол ссылка будет в описании ну а мы продолжаем ил-2 расположился на боевом рейтинге 2.3 из состава вооружения мы имеем два пулемета шказ и две 20 мм пушки швак с боекомплектом в 420 снарядов а это больше чем у любого советского истребителя из подвесного вооружения мы обладаем абсолютно такой же полезной нагрузкой как и остальные ил-2 но самое эффективное будет 8 ракет рс-132 и 4 бомбы фаб-100 а утербейсы нам пригодятся только для хорошо бронированных танков на бейре 2.3 таких просто нет прицеливаться необходимо одной ракетой при наведении на танк ваш прицел должен быть чуть левее или правее цели тогда ракета прилетит ровно в корпус танка таймер взрывателя на бомбы советую выставить на одну секунду так большая вероятность что противник просто не успеет от нее отъехать но предположим что сейчас у вас полностью не прокачанный ил-2 без каких-либо подвесов в таком случае вам нужно решить где легче всего будет прокачать подвесное вооружение и у вас всего два варианта либо совместно прокачивая танки брать с собой ил-2 либо в авиационных боях выступать в роли тяжелого истребителя и тот и другой вариант будет правильным в авиационных режимах вам предстоит сражаться на равных с истребителями благо многие корки до сих пор ходят с нами в лобовые которые обычно заканчиваются не в пользу противника и несмотря на то что наш ил-2 самый легкий из всех в маневренном бою он будет неповоротливым да при скорости в 400 км в час он может выполнить резкий маневр и довернуть до противника но после потери скорости окажется сильно уязвимым перед любым истребителем конечно мы способны выдержать немалое количество попаданий но если противник захочет нас бить то он это сделает поэтому не стоит забывать что мы в первую очередь штурмовик и нам необходимо прикрытие союзных истребителей ил-2 будет хорош в групповом бою или в так называемой свалке когда много истребителей завязались в плотном воздушном бою и любой зазевавшийся противник становится нашим потенциальным фрагом ленту на пушке советую ставить либо трассирующую либо универсальную но на крайний случай можно поставить и скрытую боекомплект у нас довольно большой и даже при средней точности позволяет нам сбить до 4 противников преимущество ил-2 в авиационно-харистичных боях заключается в его возможности появления в воздухе что даже при нашей значительно небольшой скороподъемности позволяет нам не слишком низко оказаться перед противником двигатель греется только при включенном форсажном режиме поэтому перед воздушным боем лучше его остудить набирать высоту следует под углом в 13 градусов выдерживая оптимальную скорость в районе 240 км в час выше противника мы конечно не окажемся но ниже тоже не будем пикируя вниз помните что флаттер у нас такой же как и у других илов всего 620 км в час по авиационному режиму думаю это все что вам нужно было знать теперь рассмотрим совместные бои если вы играете в танковый РБ то на ИЛА вам еще следует накопить очков возрождения благо стоит он не так дорого и чтобы его получить вам нужно примерно 2 фрага или 1 захваченная точка и помощь в уничтожении выбирая ИЛА без подвесного вооружения стоит он будет меньше чем с полезной нагрузкой в совместных РБ респаун воздушной техники происходит сразу над танковой картой и у вас будет всегда запас по высоте хотя я уже неоднократно говорил что в танковых РБ необходимо сделать взлет с аэродрома это бы лишило возможности нанесения быстрого авиа удара и сократило количество авиации в бою если вы со мной согласны то ставьте лайк а также напишите в комментариях свое мнение на этот чат ИЛА без подвесного вооружения достаточно серьезный противник для вражеских бомбардировщиков и штурмовиков его огневая мощь способна заставить приземлиться любого а броня защитит нашего пилота от огня бортстрелков когда вы прокачаетесь, откроете бомбы и ракеты вам уже предстоит бороться с танками или зенитками в раннем варианте у вас будет РС или РБС-82 из них лучше всего выбрать РБС они имеют большее бронепробитие и способны забирать вражеские танки а вот между 132 советую выбрать РС он конечно не всегда забирает вражескую технику с одного попадания но зато не требует такого точного наведения как РБС в теории у нас есть 4 залпа ракет и 4 сброса бомб этого в идеале хватит на 8 целей но на практике обычно больше пятерых вы не заберете существует разброс ракет а также есть вероятность что противник выживет при попадании поэтому наш результат будет иным и не стоит забывать про вражескую авиацию и зенитки нас в любой момент могут сбить лучше всего действовать максимально быстро и сохранять энергию при заходах Ил-2 самолет тяжелый и при вертикальных маневрах быстро теряет свою скорость хотя я советую все таки заходить под прямым углом так меньше разброса от ракет и больше шансов удачно попасть в реалистичных боях инструкторы не дают такого полного контроля над самолетом и выходить из пикирования очень тяжело а вот в симуляторных Ил-2 управляются куда более приятней и при штурмовке он не так сильно проваливается по высоте в СБ Ил представлен в нескольких сетапах но лучше всего ему живется на БР 2.7 легкобронированных целей тут много и можно применять весь арсенал вооружения но без прикрытия будет тяжко ведь вражеская авиация превосходит нашу по числу хороших истребителей и часто случается так, что прикрывать вас попросту некому и мне приходилось в одиночку встречать врага но это выходило не всегда успешно в последующих сетапах техника будет выше по обоему рейтингу но Ил-2 все еще спокойно может ее уничтожать с бомб или ракет правда, лично я бы уже выбрал версию с 23 мм пушками ведь шваки, даже при наличии бронебойной ленты не способны нанести должный урон вражескому танку а вот вяжки справляются с этим на ура в заключении, хочется сказать, что Ил-2 образца 1941 года можно назвать одним из лучших штурмаяков на таком низком боевом рейтинге аналогичных самолетов, которые бы смогли показать похожую эффективность просто нет и по игровой части это все что насчет истории, то я уже делал отдельное видео которое посвящено Ил-2 поэтому, кому интересна историческая справка можете посмотреть ссылку я оставлю в описании ну а с вами был Fallfire не забываем подписываться на канал и нажимать на колокольчик я вам желаю легких фрагов и чистого неба над головой пока 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 пока